Всем привет, друзья! Я с Мелисой и с Баси отправляемся в ветеринарную клинику. Сегодня позвонила я ветеринару и объяснила ситуацию про нашу Басю. Басю я лечу от Лишая. Лишай показал у нас анализ соскопа и назначил один ветеринар нам много лекарств, которые мы должны были Баси колоть. И вот предпоследний укол, который кололи Баси, вакцина Вагдерм, она дала обратную реакцию и надулась большая шишка. Эта шишка увеличивается в размере и становится твердой. Она сейчас размером, как куриное яйцо. И сегодня позвонила я врачу, ветеринару другому, который ставил Баси прививки от начала ее жизни. И помощница этого ветеринара объяснила, что это очень опасно. Говорит, вообще вакцина Вагдерм, если вставится по неправильному диагнозу, то исход может быть летальный у собаки. Поэтому она сказала, чтобы мы лучше пришли. Врач посмотрел и назначил, ну, осмотрел сначала собаку и сказал, что у нее вообще. Поэтому мы сейчас идем к ветеринару, а там уже расскажу, что у нас было дальше. Потому что у Баси очень большая шишка, она уплотняется, с каждым днем увеличивается в размере. И Баси ее очень сильно расчесывает. Мелиссу я взяла в качестве помощника. Мелиссу назову мисочку, взяла водичку. И сейчас Баса будет пить, пока мы в теньке, потому что сейчас мы выйдем на солнце. Пару капелек, не наливай много. Баса, ну, это мало совсем. Вот, Баса, а ну давай. Баса, не хочет, смотри, она увидела дядю. Сейчас дядя пройдет. Не хочет Баса пить. Баса, наверное, переживает. Хотя Баса не знает, куда она идет и что будет. А я очень переживаю за Басину шишку. Баса, где вот смотри водичка твоя? А ну поставь ей возле мордочки. Нет, Баса переживает. Где там мы находимся с моей миской? Незнакомая улица, а миска моя. Ладно, давай водичку. Может быть, Баса думает, что мы переезжаем куда-то? Ну да. Водичку выливай. Водичку выливай и клади на место и пойдем. Просто мы сейчас выйдем на другую улицу, а там очень-очень жарко. Мы пришли к ветеринару. Вот зоосфера. Называется Республиканская Кемологическая Федерация. Но ветеринар пока что не на месте. Будем его ждать. Особенно Баса. Баса подошла, нюхает, думает, что же там такое. Да, у вас здесь написано суббота, воскресенье, выходной. График работы написан. А я почему-то думала всегда, что ветеринар только у нас там. А этот же ветеринар, который ставил Басе прививки, он же работает здесь. Он там заканчивает работу и приходит сюда. Все плановые прививки, все, что у нас, стерилизация была у Баси, все это происходило у этого врача. Поэтому я ему очень доверяю. И мы его ждем. У нас вторая попытка. Басю напоить водичкой. Пьет, не пьет. Нет, не только понюхала. Ну пока оставь, ты закрывай водичку, клади в рюкзак. А вода пока... Мелисса как одуванчик. Косички мы не распускали. Водичка пока стоит. Ой, у тебя комар на лоб сел. Мелисса как одуванчик, потому что косички мы не распустили. Сегодня Мелисса должна была идти на бассейн, но не пошла. Потому что болеет горло. Или уже не болеет? Не болеет. Но таблетки мы все равно пьем. Мы пролечимся несколько дней. Потом пойдем на бассейн уже. Распустим косички тебе. И все как все пойдешь. Как положено. Я села немножко здесь на заборчик. И думаю, осталось 15 минут. Потому что смотрю, 15-12 на часах. Смотрю, а здесь оказывается с 16-30 врач работает. Я неправильно поняла. Я неправильно записала. Нам еще час ждать. Поэтому нам еще целый час ждать. Может быть, куда-нибудь пойдем. Где-нибудь, может быть, есть площадка. Потому что мы на одном месте не усидим. Баса все время хочет ходить. Хотя сейчас Баса устала. И она немножко подуставшая. Даже зевает. Хотя нет, Баса если легла, то и мы вместе с ней будем ждать. Но целый час это тяжело. Я как-то думала с 15-30. Сегодня ветеринару, когда звонила, думала, что с 15-30. Мы уже вышли от врача. И у нас состоялась мини-операция. Врач посмотрел вот эту шишку, которая увеличилась в размере у Баси. И оказалось, что это реакция на вакцину Аквадерм. Оказывается, у Баси далеко не лишай. Как показал анализ соскопа. Оказывается, у Баси была реакция на аллергию. Аллергию врач сказал, что нужно сами выявить. На что сдать анализы. Но, в счет того, что мы поставили вакцину против лишея, у Баси пошла реакция. Вздулась шишка. И в шишке образовался гной. Сейчас врач взял шишку. Взял шприц. И шприцом выкачал много-много гноя. Сейчас покажу Басю. У Баси осталось немножко... Ну, шишечка осталась. Она малюсенькая такая. И за время, пока мы ждали врача, у нас порвался поводок. Как-то я сейчас закрутила. Как смогла, так и закрутила. Бася пока ждала врача. Бегала за кошками. Мы ходили туда-сюда. И Бася, в общем, еще и кусала поводок. А в итоге разгрызла поводок. Сейчас покажу, как Бася выглядит. Вот такая вот ранка у Баси осталась. Врач взял шприц. И шприцом выкачал весь гной, который был в шишке. Также он нам поставил плановую прививку. Которую Бася должна была получить в год. Но Басе уже... Нет, получается, в июне, да, должна была Басе получить прививку. Но уже август. Год и два месяца Басе сейчас. И врач только сейчас сделал прививку. Поэтому на целый год мы освобождаемся от всяких прививок. Плановую прививку мы получили. Шишку с помощью врача мы убрали. И врач сказал, оставшийся гной. Говорит, можно выкачивать шприцом самостоятельно дома. Говорит, если будет собаку, эта шишка беспокоить. Но будем надеяться наилучшее, чтобы Басю беспокоить она не будет. Еще. Любовь. Еще. Пока мы ждали врача, Бася порвала, разгрызла удлинитель вот этот поводок. И я его связала как только смогла. Потому что довезти до дома собаку надо. А ошейник, не ошейник, а поводок полностью разорванный. Поэтому я кое-как вот так его привязала. И сейчас идем домой. Потому что Бася хочет пить. Воду она не пьет. Хоть я взяла Мелису в помощь. Чтоб Мелиса наливала водичку. Мелиса наливает воду в Басину миску. Бася пить не хочет. Потому что она, скорее всего, переживает, волнуется. Поэтому идем домой. У нас тут дом недалеко. Попьет Бася водичку. И шишка пройдет. Уже прошло несколько часов после того, как мы пришли от ветеринара. Мы Басю оставили дома. Сами пошли с Мелисой в магазин. Бася напилась много воды и лежит, отдыхает на сквозняке. У нас жарко, но не по-летнему. Если честно, жарко у нас как-то по-осеннему. Шли мы с Мелисой в магазин. И я вот думаю. Я вчера выходила в прямой эфир. И мне многие пишут о том, что хотят увидеть цены. Какие у нас терраспы. На продукты, на товары. Но я как-то отходила от темы. Я не хотела показывать, рассказывать. Мне это неинтересно. Тема ходить по магазинам, снимать цены. А потом думаю, я хожу в магазин, я покупаю продукты. И бывает часто, когда я закупаюсь много всего. И думаю, почему бы не показать людям. Пусть офигеет, какие у нас цены в терраспале. Напишу курс обязательно. Потому что у нас в терраспале своя валюта. Терраспольские, Приднестровские рубли. То есть 160 рублей Приднестровских это 10 долларов. А 160 рублей в России это абсолютно другая сумма. Поэтому сниму видео. Как только сниму, так напишу с переводом на нашу валюту. Я к концу лета захотела кабучки жареные. Поэтому сейчас иду жарить кабучки. Басяна, покажешь себе шишечку? Как она выглядит спустя 4 часа. Небольшой есть шрам. Ну как шрам, здесь шишка. Но она стала гораздо меньше. Бася себя чувствует отлично. Я иду снимать прямой эфир. И с вами я прощаюсь. Всем пока-пока. Бася. Бася. Пока-пока. А-а-а. Пока-пока.